дорогие друзья всем привет приветствую вас на своем канале сегодня я буду готовить классический пшеничный хлеб готовить буду я его с изюмом не очень захотелось я люблю вообще хлеб белый с изюмом еще с детства тогда это было очень модно еще очень можно модно было луковый хлеб прям это очень вкусно но вот сегодня мне захотелось с изюмом и я буду его готовить весом на 500 грамм прошу отметить и готовить я буду своей любимой хлебопечки сейчас пройдемся по ингредиентам я скажу сколько всего и чего нам нужно вообще изюм кстати вы можете класть по вкусу как вам нравится любите больше кладите больше изюма любите меньше соответственно меньше у меня весом хлеба на 500 грамм да у меня изюма 80 грамм вот так сейчас расскажу про остальные ингредиенты и так нам понадобится обязательно мука пшеничная я ее уже просеял 325 грамм нужно понадобится сухие дрожжи почти полная чайная ложка сахар 2 столовые ложки соль чайная ложка одно яйцо 1 столовая ложка мерная это растительное масло и кстати все чайные ложки столовые я меряю именно вот мерная ложка для хлебопечки и понадобится молоко 100 миллилитров я использую сливки вот такие я буду делать сегодня на сливку хочу попробовать что получится давайте готовить изюм пока мы убираем он нам сейчас не нужен начинаем закладывать все ингредиенты смотрите внимательно в инструкции какие сначала у вас идут ингредиенты мою хлебопечку сначала закладываются жидкие так я уже одно яйцо добавил теперь добавляем молоко или как вы хотите можете добавить сливки что вы любите ребята так мне кажется на сливку вкуснее добавляем растительное маслице так и осталось у нас добавить все сухое это сахар соль так далее муку сразу все высыпаем вот так делаем середине небольшое углубление вот таким образом и сюда засыпаем дрожжи дрожжи мы добавляем самую последнюю очередь вот так теперь устанавливаем чашу хлебопечку проверяем что все хорошо закрепилась закрываем выпекаем на программе белый хлеб либо основная выпечка не забываем выставить вес 500 грамм вот я поставил да и можете выбирать выбрать цвет корочки я люблю когда цвет корочки самый-самый прожаристый так мне кажется вкуснее но для этого хлеба я думаю это делать не нужно потому что изюм может потом пригореть выберем средний цвет корочки вот средний 500 грамм все запускаем нашу хлебопечку изюм мы будем добавлять только тогда когда хлебопечка подаст звуковые сигналы сразу возьмем добавлять не нужно хотя кто-то так делает я добавляю чуть чуть позже все прошел процесс замешивания теста и так ждем когда будет готов наш хлеб так друзья все хлеб готов все по нулям время какой красивый посмотрите сейчас я вот достану поставлю на деревянную доску и накрою полотенцем чтобы что ты чтобы он остыл и все как он остынет мы с вами мы разрежем посмотрим какой он внутри аромат просто невероятный вот я уже поставил хлебушек остывать все потом его разрежем пусть он дыхает так друзья вот такой хлебушек получился он мягкий правда не очень удачно лег в самой емкости перед выпечкой здесь получился вот такой вот в общем непонятно что но это неважно не на продажу на выставку для себя на поесть сейчас я его разрежу покажу какой внутри вот так хлеб выглядит изнутри он получился очень ароматным очень мягким посмотрите все как и должно быть и изюм очень много у меня изюма правда разрез неудачный получился готовьте по этому рецепту хлеб вы просто будете в восторге насколько он вкусный всем приятного аппетита а еще очень вкусно с маслом и с черничным вареньем всем советую так попробовать на сегодня все всем до скорой встречи и пока пока